Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Владимир Путин 3 июля ночью прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем Китая Сидзимпином, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Махбером. Самолет президента приземлился в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в 5 часов ровно по местному времени 3.0 по Москве. Визит Путина в Казахстан будет проходить 3-4 июля. В первый день запланированы двусторонние переговоры. Во второй день Путин примет участие в саммите глав государств членов ШОС. Сейчас в ШОС председательствует Казахстан, а со второй половины 2024 года – Китай. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что 3 июля у Путина запланированы 6 двусторонних встреч. Пожалуй, самое ожидаемое из них – это двусторонние переговоры с президентом Турции. В последний раз лично Путин и Эрдоган встречались 4 сентября 2023 года в Сочи. После этого они шесть раз созванивались по телефону. Последний раз по телефону главы государств разговаривали 25 июня. Ожидаемая поездка президента России в Турцию так и не состоялась. Тема визита Турцию как раз может быть обсуждена в ходе личной встречи в Остании, говорил Ушаков. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы, я думаю, будут обсуждаться, говорил Ушаков. Путин 5 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на вопрос турецкого журналиста подробно отвечал на вопрос о состоянии российско-турецких отношений. Тогда он рассказывал, что по плану идет строительство АЭС Акую. Кроме того, он говорил про газовый хаб, который Россия планировала создать в Турции, чтобы было понятно только «я все время стараюсь это объяснить, это не просто газовое хранилище. Это электронная площадка на первом этапе для торговли газом, прежде всего на Европу». Кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. Также Владимир Путин в Астане встретится с Си Цзиньпином. Это будет вторая встреча глав государств за 2024 году. Владимир Путин в мае был с государственным визитом в Китае, это была первая международная поездка после его перезбрания на пост президента на мартовских выборах. Кроме Эрдогана, ИСи Путин также проведет переговоры с президентом Монголии, президентом Азербайджана, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Казахстана Касым Жамартом Такаевым. Все двусторонние встречи пройдут 3 июля. Еще одна встреча запланирована на 4 июля с Махбиром. Ушаков говорил, что не исключены и другие двусторонние контакты в Астане. Отдельные двусторонние переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Астане не планируются. На следующий же день, 4 июля, Владимир Путин примет участие в саммите глав государств членов ШОС, по итогам которого планируется подписание 24 документов. В частности, будут подписаны Астанинская декларация, инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие и другие документы. Также планируется одобрить предложения по модернизации деятельности ШОС относительно нынешних реалий. По словам Ушакова, эти предложения будут касаться реформирования механизма обеспечения безопасности, алгоритмов более тесного взаимодействия с партнерами по диалогу и государствами-наблюдателями. Объявляя санкции и уходя из России, западные нефтегазовые компании даже не могли предположить, каких огромных перспектив они себя лишают. Российские специалисты получили из нефти несколько цент нерафлития, столь необходимого зеленой энергетики. Европейцам впору кусать локти, ведь российскую нефтяную отрасль они обложили санкциями. Мало этого, все европейские компании, имевшие лицензии на добычу нефти в России, ушли в освояси. И вот теперь выясняется, что российская нефть – это не только сырье для получения автомобильного топлива, но еще и источник гидрокарбоната лития. Короткое информационное сообщение гласит, специалисты научных институтов Роснефти в Санкт-Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-промышленные испытания технологий получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчино-Тахомском и Куюмбинском месторождениях. Нефтяные месторождения находятся в Красноярском крае и по предварительным оценкам запасы лития оцениваются в 3-5 миллионов тонн, а нефти в 300 миллионов тонн. Такая вот арифметика. Кроме этих месторождений, большие перспективы в плане получения лития имеют еще несколько месторождений в Томской и Иркутской областях. Пока литий получали на экспериментальных установках, но все прошло успешно, гидрокарбонат лития получен и теперь дело за внедрением методов в производство. Выгоды тут неоспоримы. Дело еще в том, что у России нет больших месторождений лития, и поэтому новые открывают огромные перспективы в деле производства литиевых аккумуляторов в сталилитейном производстве, фармацевтической отрасли, а также в стекольной и керамической промышленности. Остается добавить, что технологию добычи лития из месторождений нефти и газа развивают сразу три российских компании – Роснефть, Иркутская нефтяная компания и Газпром. Все вместе они смогут полностью обеспечить потребности России в литии. Что касается бывших западных партнеров, то им действительно впору кусать локти. У Европы тоже нет своих месторождений лития, и его приходится импортировать из Латинской Америки, что очень дорого. Есть еще один источник лития – Монголия, но и оттуда доставка европейцам будет обходиться в копеечку. Да и Россия с Китаем не дадут так спокойно вывозить литий из этой страны. А вот добыча и получение гидрокарбоната лития на территории России было бы для Европы настоящим спасением. Во-первых, многие европейские компании имели многолетние лицензии на добычу. Во-вторых, инфраструктура, в том числе транспортная, присутствует и по сути ничего нового строить, а следовательно и тратиться не нужно. В-третьих, Россия гораздо ближе, чем Латинская Америка. Но теперь о российском литии остается только мечтать – для европейцев он становится бесконечно далеким и недостижимым. А ведь счастье было так близко, но европейцы своими санкциями поставили крест на многих своих отраслях. Стоит отметить, что это далеко не первый шаг России в рамках рыбной и морепродуктовой темы. Ранее такие ограничения уже водились, и они имели серьезные последствия для добывающих и перерабатывающих отраслей в странных экспортерах. Теперь, с введением новых ограничений, эти страны столкнулись с еще большими трудностями. Конечно, подобные решения вызывают возмущение среди партнеров стран, но Россия явно решила дать предпочтение развитию своей собственной рыбной промышленности и охране своих рыбных ресурсов. Популярно в эфире всплывает информация об очередном турецком банке, который взбрыкнул и не хочет проводить платежи в Россию, регистрировать новых предпринимателей или фирмы из РФ. Все начинают обсуждать ситуацию, размышлять о путях обхода американских вторичных санкций, думать, как же мы теперь дальше будем жить без турецкого параллельного импорта. Параллельно будем жить. И до турок нам также параллельно. Кому больше надо? Нам или им? Они уже разок постояли в сторонке от России. Получили пустые курорты, массовое банкротство своих турфирм и отелей. Дикий простой самолетов. Затоваривание помидорами, яйцами и так далее. Пошамкали губежками без дешевого зерна. И захотели обратно. После этого присмирели, успокоились. Пару-тройку лет жили в полном счастье от взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас им американцы сделали очередное пятиведерное вливание и турок понесло. Не хочу, не могу, не буду. Не хотите? Точно? Да, как хотите. Это ведь в Турции инфляция снова подбирается к 70%. Лира всего за три года обвалилась по отношению к доллару в четыре раза. И ничего хорошего экономику Турции не ждет. Экспорт, который до сих пор бурным потоком устремлялся в турецкие дали, вдруг начал пересыхать. Зато, как по волшебству, начал расти в Индию и Пакистан. Там проблем с оплатами все меньше. Их порешали как минимум в двух вариантах, и круговорот денег в природе возобновился. Всех все теперь устраивает. Мы продолжаем динамично развиваться. С платежеспособностью наших предпринимателей проблем нет. Наши энергетические ресурсы необходимы огромному числу стран. Наша сельскохозяйственная продукция пользуется огромным спросом. Параллельный импорт готовы поставлять большинство стран с постсоветского пространства. Дураков, чтобы от такого лакомого куска отказываться, нет. Мы именно сейчас выстраиваем новые партнерские отношения и оформляем их на долгие годы. Если сегодня турки решают остаться в стороне от этих процессов, и наши логистические маршруты будут проложены без учета их интересов, то потом вернуть все обратно будет практически невозможно.